В Тюменцевской школе острый дефицит учебных мест. При этом число детей с каждым годом растет. Соответственно, вместительность уменьшается. Школа уже под завязку заполнена. Здесь учится около 700 человек. Местить всех в одну смену нереально, поэтому дети, в том числе младших классов, вынуждены обучаться во вторую. А в ближайшее время сюда планируют перевезти еще 100 детей из местной коррекционной школы-интерната. Педагоги и чиновники района просят краевых властей к основному зданию школы добавить дополнительный корпус. Необходимо сделать там пристрой на 400 человек. Районные власти занимаются подготовкой проектно-сметной документации. Я поручение дал на то, чтобы ускорялись. Финансировать строительство будут из краевого и федерального бюджетов. Общая сумма и точная дата строительства пока неизвестны. Когда вы сказали подождать год-два, вот вы знаете, это вообще время так бежит, что два года мы даже вот без проблем. Иван Иванович, год-два прозвучало. Второй объект посещения – Кипринская школа, что в Шилоболихинском районе. В ветхом здании, построенном почти полвека назад, капремонт не проводился ни разу. Зимой дети, по словам местной жительницы Татьяны Рендиной, попросту замерзают за школьной скамьей. Но в этом году школа попала в краевую программу 85 на 85. И у сельчан, и их детей, наконец, появилась надежда. «Наконец-то мы дождались этого ремонта. Ждали не только мы, но и дети ждали. И надеемся, что все получится». К капремонту уже приступили. До учебного года полностью обновится фасад здания. Заменят крышу и установят пластиковые окна. На это выделено 15 миллионов рублей. А в следующем году школа преобразится и изнутри. «Просто будет школа нового типа. Вот старый скелет останется. Все новый будет пол, коммуникации». Немало остается проблемы в других учебных заведениях края, но их обещают постепенно устранить. Так, в ближайшие пять лет по программе 85 на 85 должны построить и капитально отремонтировать около 50 объектов образования. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости.